МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие телезрители! Мой адрес ни дома, ни улица, мой адрес, Советский Союз. Эта песня была написана 45 лет назад. Мой адрес ни дома, ни улица, мой адрес, Советский Союз. Мой адрес ни дома, ни улица, мой адрес, Советский Союз. Огромная популярность и любовь в нашей стране. И сегодня именно она объединила всех собравшихся. И вся планета распахнулась для меня. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Многое изменилось с тех пор. Нет такого адреса, нет такой страны. Но любимые песни и любимые артисты бывшего СССР будут с нами сегодня вечером. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, я хочу, чтобы сегодня вот эти имена будут не раз повторяться и присутствовать здесь, за этим столом. Поэтому я хочу сразу пригласить двух потрясающих участников коллектива «Песняры». Это Леонид Леонидович Барткевич и Антон Леонидович Кусыпаров. Давай его сюда, ура! Давайте пригласить студию. АПЛОДИСМЕНТЫ Он старше меня на четыре месяца. Я уважаю. Да, уже легкая дедовщина такая, да? Ну, началось с того, что я просто первый как бы пришел в «Песторы», но меня взял. А я второй. А он второй. Ну, давайте перед тем, как начнем разговор, посмотрим небольшой сюжет с вашими песнями. Песня «Песня «Песня» «Песня «Песня» «Песня «Песня «Песня»» «Песня «Песня «Песня»» Прекрасно! Какие голоса! АПЛОДИСМЕНТЫ Мы видим Владимира Мулявина. Это действительно так, что Владимир Мулявин специально выучил белорусский язык. То есть он уже не учил его. Он, по-моему, до конца его так и не выучил. Да. Расскажите, как ты поминал, откуда родом Владимир Мулявин? Из-под Свердловска. Началось вообще это с того, что он искал, где работать. А работали они с ребятами, с которыми он служил в армии в Беларуси. И он однажды, приехав, его пригласили в филармонию. Он приехал на вокзал, сел на трамвай и поехал в филармонию. А чемоданчик свой маленький оставил на скамейке. Вот он, кстати, без усов. Посмотрите, вот эта ранняя фотография. И чемоданчик там. И потом он там несколько часов пробыл, он очень хорошо играл, его сразу приняли. Он вспомнил про свой чемоданчик. Приехал назад, чемоданчик стоял там же, на том же месте, где и стоял. Он сказал, вот здесь я остаюсь. Это где в Минске? Это было в Минске. Ну это, конечно, не это главное решило все. Но я пришел в коллектив тоже. Все началось с Битлз и с Мулявина, конечно. У нас был свой коллективчик, который Золотые яблоки назывался. Вот, и он меня как-то, ну я уже архитектором работал. А вы даже что-то успели, Леонид Леонидович, вы что-то успели спроектировать, да? Ну это мой дипломный проект, там сейчас стоит кинотеатр. Есть, да? Октябрь, да. У нас есть фотография, вот, вот проект Борткевича. Надя, Надя, ты знала? Вот, пожалуйста. То есть до того, как Борткевич пел в Песнярах, вот что. А ты знаешь, а я до того, а я, да, я хотел сказать, а я до того, когда стала Надеждой Бабкиной, народной артисткой, я пела в кинотеатре перед началом киносеанса, понимаете? Вот в этом? Ну не в этом, но похоже. А скажите, пожалуйста, Леонид, а как вот случилось, как вас нашел Владимир Мулявин? Ну вы знаете, где-то мы играли постоянно какие-то там капустники, и по-моему, перед Новым годом мы работали на «Беларусфильме». И наутро он мне позвонил в отдел, и вы знаете, очень был похож голос на моего друга у меня был, ну, он был гитарист, аранжировщик. Вот, и я думал, ну, и я его взял, послал. А-а-а! Да ладно. Ну, от имени Мулявина, знаете, я думал, он шутит, ну, как обычно, ну, ребята, вот, друзья. Ну, конечно. Я потом побежал, он ниже меня был этажом, работал. Да. То есть это было просто невероятно, что Мулявин сам мог позвонить и пригласить в песню. Конечно, для меня это было невероятно. И потом, в следующий раз, через часик, уже позвонил кто-то из ребят, сказал, вот, завтра тебя приглашает Мулявин, давай на проверку. Ну, я пришел, меня всем этим ансамблем провожали, пришел, проверил. Вот, и на следующий день он принес ко мне в отдел, принес Александрину, позвал меня, и я больше этого отдела никогда не видел. Поехали в филармонию, и эту Александрину, через два дня я пел в колонном зале Дома Союза. ПЕСНЯ 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 Антоний Ефимович, скажите, а вот я понимаю, когда запрещали Леонтьева. Я понимаю, почему. Почему изначально партийные боссы были против вашего внешнего вида? Что смущало в Песнярах? Ну вот, посмотрите, мне нравится. Два красавца, да. Вообще, я впервые об этом слышал. Нет, никого их не запрещали. Я не знаю, что вы взяли. Сказки, никто никого не запрещал. Абсолютно. Я хочу сказать, что время... А с внешним видом? Нет, не надо. Они вышли, почему они первые? Они вышли в национальной одежде. Они вышли тем, кем является собой Беларусь. Никто их не запрещал. Они рванули по полной программе. Най, внешний вид. И внешний вид. Нет, сначала были вопросы. Наденька, во-первых, мы представляли не Беларусь даже, Советский Союз. Нас позиционировали и в Штатах также. Конечно. Когда мы попали в 76-м году, мы прежде всего были представителями Советского Союза. А нас, то, что белорусский, ну слава богу, что язык потом многие ведь благодаря Песнярам узнали. Правильно же? Юрий Соломонович, мне кажется, что-то вы хотите сказать? У вас очень хитрый прищур. Нет, я наслаждаю. Я наслаждаю. Нет, а потом, знаете, что? Я сейчас скажу. А потом, знаете, как формировалось... А что, наступил? Формировалось, как вот, допустим, все концерты. Балет, опера, все, как полагается, щицы, разговорные жан-народники, то есть я. Фокусники, жан-глоры. И пошла эстрада, советская эстрада. И там уже в эстраде выстраивалась определенная палитра. Это была наша культура, понимаете? Но это нормально, кстати, было. Конечно, вся палитра всех видов искусств. И при сливке были самые лучшие представители этого концерта. А вам, Максим, я вижу, не нравится это. И вот теперь... Мне вообще все нравится. И вот в течение того времени это наш сегодняшний золотой фон. Заповедный напев, заповедная дар. Мне понятно, твоя вековая печаль. Беловежская пуща, беловежская пуща. Непонятно твоя вековая печаль. Беловежская пуща, беловежская пуща. Вот же один вопрос, уважайте. А вот сейчас существует эстрада? Я считаю, что... Или сейчас шоу-бизнес. Сегодня шоу-бизнес. Эстрады нет. Шоу-бизнеса нет, друзья мои. Нет песен. Вернее, они есть, но нет любимых. Какие-то что-то поют. Значит, это не эстрада. Шоу-бизнеса это не эстрада. Друзья мои, эстрада это территория, где самовыражается любой артист. Это площадь эстрада, понимаете? С другой стороны, эстрада это вид искусства, синтетический вид, где и музыка, и вокал, и пластик, и фереограмма, и пантомима, и все что угодно. Юлик, скажи что-нибудь, иначе мы не закончим. Я меньше всего ожидал. Я вот сижу пораженный, я должен сказать. Дышь, дышь, дышь. Нет, Юлик сказал, ему концерт будет. Сейчас, сейчас, две минуты, не руководим мной. Сидят молодые, красивые, известные люди. Так, проигрались. Сидят молодые, которых любит и уважает вся страна. Да. И ощущение, что собрались в доме престарелых. СМЕХ Группа активистов и говорят, а ты помнишь, как в 70-м нам резали усы? А ты помнишь? Да что помнишь? Левая Ряныч, без вас ни один концерт хороший проход. Бабкина, молодая, еще более красивая, не слезает с экрана, шатил. Почему устроили здесь одновременно похороны и праздник советской страны? Вот если взять бы машину времени, вот эта программа, как машина времени. Как группа или как явление? И полететь, машина времени, как, кстати, группа хорошая, замечательная. И полететь, вы бы видели, что в принципе и сегодня ничего не меняется. Только, понимаете, меняются моды. Узкий галстук, широкий галстук, волосы длинные, волосы лысые могут быть. Вы знаете, ребята, во-первых, нас называли придворным ансамблем, потому что песняров приглашали на все съезды комсомола, съезды партии, это раз. Насчет усов тоже была такая, в общем-то, никто нас не преследовал, никакой цензуры не было. А была хохма насчет мулявинских усов. Ну, говорили, что мулявин там это олицетворение белоруса, он же из Свердловска сам русский. Вот, и лысины, и усы. А случилось так, мы как-то работали в парке Горького в Москве. И был очень большой ливень, и мы приехали немножко попозже, публика ждала. Вот, и так как ливень, и мулявин взялся за струны. Я помню, как его отбросило, дергнуло. И губами дотронулся до микрофона. И прошла, видимо, токовая какая-то, такой типа шока. И все. После этого, на следующий день, он говорит, так, я отращиваю усы, чтобы хотя бы усами отталкиваться. Но это история такая. Да, был период, когда и вы, Анатолий Ефимович, и вы, Леонид Леонидович, жили в Америке, да? Но, тем не менее, вернулись. В 99-м, да, году вернулись? Да, ну, вы знаете, так получилось. Мы поехали с Ольгой, с моей женой бывшей, четырехкратный олимпийский чемпионат по гимнастике, на контракт. Ее пригласили в зал. Знаменитая Ольга Корбут. Да, 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 да. Вот, и мы приехали просто, ну, как бы отработать этот контракт. А было интересно, потому что мы только на гастролях были, она была на показательных выступлениях. Вот, и мы жили в этом, нам домик дали, вот этот хозяин. И тогда Ольга уже была, она сделала фонд, фундейшн, так называемый, детям Чернобыля. Вот, и собирали деньги. И через несколько дней, после того, как мы там появились, вдруг позвонила Мария Шрайвер, это жена Шварценеггера. Она вела на NBC раз в полгода, у нее были шикарные шоу, да. Вот, и она приехала и жила в нашем домике трое суток. И мы как-то так с ними познакомились. Потом после этого шоу приехал Арнольд, ну, тоже были друзьями, уже как бы там собирались в Атланте. Где Шварценеггер, Тед Тернер, Джимми Картер, к нему на плантации ездили. Ну, и потом, значит, приехал в гости. Пусть скажет Анатолий Ефимович, он очень страдает, а то, что все время говорите вы. Да, я не страдаю. Нет, страдаете, я вижу. Я не страдаю. Анатолий Ефимович, что вы захотите сказать? Я бы хотел вернуться к песнярам. Да, давайте вернемся. Все-таки песняры это создал... А давайте, чтобы вернуться, послушаем песни какие-нибудь. Дайте, что-то для настроения. Давайте. Вот. ПЕСНЯ 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 Здравствуйте, дорогие. Здесь у меня самое главное. Моя мастерская, там мои все, в общем-то, исторические дела. Я там картинки пишу. Проходите, пожалуйста. Это вот «Паук» моя сюрреалистическая такая картина. Это вот моя мама, это мой папа, это мой Джизус Крайст. Это я вот с Танечкой, это у нас была поездка в Таиланд свадебная. Сейчас Танечки нет дома, она в Москве, она учится постоянно. Это было в Мозере, она, между прочим, модель тоже, мисс Мозере, 2000 года. И подошла ко мне девочка, автограф, я как раз с Лучинком стоял. «Можно у вас автограф?» Я «пожалуйста». Моя такая красавица. Потом она со мной немножко поездила по гастролю, в Питере. Это и плохо стало. Она меня послала за полосками. Ну, я принес две полоски, они оказали, что действительно, вот Крестюня. Ну, вот это мой сын. Кристиан, его зовут. Ему 12 с половиной лет, но он выше папы. Идемте покормим нашего тарантула. Крестюня захотел тарантула, и вот мы его взяли. Ну, имя моего еще... Ей. Ей не придумали. Ну, я так подумал, Варвара, может быть. У него колоссальный голос, кстати, слух, все, но он не хочет. Он не... Крестюня, я хочу петь, но ты же мне до самых, ты сказал, что у меня ужас, голос, просто ужас, какой-то кошмар. Ну, вот, а это наш дворик. Здесь у нас крольчиха живет. Заянька, иди кушать, Заянька, Заянька, иди кушать, моя хорошая, иди кушать. Ночью здесь все горит, подсветочка, все. Небольшая территория, но больше и не надо. Батька мне помог хорошо жильем, потому что я после Америки снимал квартиры. Батька – это Александр Григорьевич, мы его батькой называем. Лукашенко. Вот она, Маша, да. Нихуда я тебе не отдам. Какая красавица. Крестюня, я хочу его показать. Вот он, Кристиан мой сын. Кристиан, ага. О, какой здоровый. Привет. Здрасте. Как жизнь? Хорошо. Ну, скажи мне, пожалуйста, ты и твои сверстники, вы слушаете песниров? Ну, я, да, как-то мои... Сверстники нет? Нет, да. Подожди, а насаждать творчество родных, как вы? Заставлять? Ну, то есть, все знают, но как-то у нас, допустим, мои сверстники никто не слушает. Хорошо. А что слушают твои сверстники? Все рок, но я лично не слушаю это. А что ты слушаешь? Ну, вот как... Песняров. Да, Песняров. Ты сейчас правду говоришь или так просто... Ну, например, рок я не слушаю, но там вот Песняров, ну, люблю. Спасибо, дорогой, спасибо. Ну, я хочу сказать, что слава Владимира Мулявина не стихает до сих пор. И, ой, я, кстати, забыл спросить, а что, правда батька подарил? Чего? Землю, что ли, или как? Да, он подарил. Нет, просто помогли мне сделать. Помог и все равно. Александр Григорьевич помог, а как он сказал? Да, помогли мне. Выделить землю Борткевичу. Кредит. Помогли такое взять большое. Какой молодец, Александр Григорьевич. Лёва, по стадионам помнишь, как мы ездили? Мотались по полной программе, сколько у нас было? А? Я предлагаю... Я сказал, нет. Как не помню? 11 концетов Зори Кузбасса. Я предлагаю сделать следующую программу, а... Там придешь, было. Нет, у меня было. Подожди. Ну, пропискиров, говори. Я хочу сказать, что каждый коллектив, который представлял ту или иную республику, имеет потрясающую ценность и огромную информацию о своем народе. Это правда, да. За это огромное спасибо, что сохранили. Это самое главное, что есть. Великолепно. А бывающий Максим... Да. ...приедут бессеры, дадим... Я живу в Хрущевке на первом этаже. Ну, наконец-то. Дадим, и говорю, а ночь, холод собачий. Куда? Я говорю, ребята, ложимся кто где может, на полу. Ничего-то. Салаты... Эта программа началась. Салаты туда-сюда, помоем по очереди. И все в порядке. Все были сыты. И никто не отравился. Никто не отравился, не обижался. И так далее. И все. Давайте... Толик, помнишь? Я напомню. Мы были в Йошкарле. Да. И я был на третьем курсе этого ГИТИСа, да. И мы с вами встретились. Конечно. Я говорю, мне нужна помощь. Музыкальный спектакль надо придумать. Закупай вечером. Сейчас запишем. Всегда хоть будет. На утро я прослушал то, что мы записали. До сих пор храню. Максим, я пошла. А супы в радость? Я смеюсь, потому что... Вот что значит память ветеранов, Максим. Дай нам высказаться. Подождите. Ну, во-первых... Круто. И во-вторых, можно я позову? Я о себе тоже расскажу. Да, да, да. Дед, я вас прошу. Максим, можно маленькое резюме, да? Знаете, все... У нас программа только началась. Не плевят. Вот процент начинать. Выпили, закусили и пошли. Нет, Надя уходит. Я пошла. Она не сказала самого главного. Почему все это было, ребят? Почему все это было так прекрасно? Потому что каждый коллектив, каждый исполнитель, каждый художник, это был в то время штучный товар. Понимаете? Да, правильно. То, о чем мы сейчас мечтаем. Понимаете? Чтобы вот этих личностей было побольше. Понимаете? Чтобы можно было... Да. Разоклистово, она, вот заиграла, я запела. Ох, легко не было она. Все. До свидания. Слевочка, спасибо тебе за личность. Правильно. Спасибо тебе за... Пока, Максим. Извини. Все хорошо. Я пошла, я туда пойду. Иди туда. Ребятки, ты смотри, я вас обожаю. Гусман! Не прощайся со всеми. Нет, я должна к Гусману подойти. У меня с ним отдельная связь. У меня к Гусману отдельная связь. Я близко с ним не подойдет. Подождите, я должна Юлика подсадить. Я в Санконе, да? Спасибо тебе. Нет, смотри, соединились. Серж, пока! Я вас люблю, друзья мои! Хорошей передачи! На, и спасибо, Надя. Все это вырежут, Надя. Нет, вообще, это впервые отсюда так громко уходит. Обычно тихо и по-английски. Сегодня с нами звезды союзных республик. Еще больше звезд сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. И мы продолжаем сегодня вечером вместе с любимыми артистами союзных республик. Давайте посмотрим фрагмент программы «Точь в точь». Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Не обижайте любимых упреками. Войны сказаться любимым жестокими. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Я хотел бы сейчас пригласить исполнителя перевоплощения во Владимира Мулявина в рамках проекта «Точь в точь». Это замечательный юморист, актер, режиссер Юрий Гальцев. Юрочка! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сидите. Не обижайся, не любимый людьми. Ты куда сядешь? Хочешь туда, хочешь туда. Давай туда. Ты так здорово здесь. О! Я могу сказать, Юрочка, дорогой, перед тем, как ты начнешь говорить... Ну, я могу петь? Да, ты можешь петь. Петь не дают. У нас есть в студии человек, который может сказать авторитетно, похоже это или нет. У нас есть здесь, насколько я знаю, Марина Владимировна Мулявина, дочь Владимира Мулявина. Марина Владимировна, вы где-то здесь? Я к вам подойду. Давайте я рядом с вами присяду. А внук, внук, Иван, да? Иван, очень приятно. Итак, вот, Иван, внук Владимира, и Марина Владимировна. Здравствуйте. Очень приятно, очень приятно. Очень приятно, спасибо вам. Чуть-чуть подвинь. Давай, Юрочка, с нами. Ну, расскажите, во-первых, ну, чтобы оттолкнуться от того, что сейчас увидели. Ну, похоже было на Владимира? Похоже, прекрасная работа. И дома у нас есть запись. Вот, поэтому спасибо. Вот, но, наверное, мне нужно сказать еще о другом. Здесь сидят профессионалы, которые стояли с папой на сцене. Вот, а я с другой стороны. Я человек, который был с ним внутри. И то, что было дома. Поэтому я хочу сказать, что те 17 лет, что родители прожили вместе, как Леша говорит, папа приехал в Минск. Он приехал за мамой. Они уже были женаты. Она прошла конкурс в белорусскую филармонию. И он за ней пришел. Приехал в Минск и пошел в армию, потому что он был молод. В доме, в доме, вообще отец совершенно был другой. Настолько он был собран на работе, настолько он был в творчестве. И он мог и прикрикнуть, и ребят держал действительно серьезно. То дома это был очень мягкий, очень наивный человек, очень добрый. Единственное, что всегда было против в отношении моей творческой дальнейшей судьбы, он всегда был против. И когда я собралась поступать на актерское отделение, в наш театральный институт, сообщила об этом родителям, не сговариваясь, они встали молча и легли на пороги. Я спросила, что за демарш? Сможешь переступить через нас? Поступай. Я не смогла этого сделать. Да, ну спасибо, что вы сегодня с нами. Спасибо огромное. Юр, ну расскажи, ты знаком был с Владимиром Мулявиным, да? Да, и Владимира Мулявина я помню еще, как вам сказать, сначала, то еще со школы. И у нас была эта пластинка, и папа под нее пел. Для этого была самая любимая группа песниры. Эти песни, ну... И что удивительно еще, посмотри, какие солисты были, и все остались, все остались в жизни. Да. Сейчас же никто, сейчас же никто так по большому счету не поет. Ну какая сейчас аппаратура, может, вы же все знаете, можно вообще не петь, просто роток. А какая песня была замечательная, Вологда. Давайте вспомним песню Вологда, а? Вологде где? Да? Анатолий Ефимович. А сколько? Это сколько вам лет? 20 с чем-то. В Вологде, где-где-где, где-где Вологде, где номер, где резной палисад? Юр, скажи, Юр, тебе тоже рассказывали, сколько у меня было концертов в Вологде. Я не знаю, байка это или нет. Меня достали. Я понимаю, что достали. А что делать? Дело в том, что в советское время единственный дом с резным палисадом это был областной кожбендиспансер. Ну, я про это вообще. Да, естественно, когда все пели, значит, где-что моя ненаглядная, где Вологде, где-где, в доме, где резной палисад. Ну, я официально заявляю, там очень много таких домов с резным палисадом. Я думаю, их построили уже позже, чтобы как-то извинить. А, ну, можете. Я застал еще то время, когда он говорит, Юр, это обязательно история должна быть рассказывать. Владимир Мулявин, когда я ему рассказывал БКЗ, когда вы исполняли вещи на стихи Владимира Владимировича Маяковского. И вот эту историю никогда не забуду. Когда я тоже занимался вокально-инструментальным ансамблем, и у нас был один вокалист, я говорю, очень походил, вот такие же усы, и пели мы песню. Он говорит, какой? Светит незнакомая звезда, и у парня общий зажим, и Тигун Депресняк застал одновременно. И вокалист так поет. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома. Я смотрю, у него лицо перекособенило от зажима, и парень продолжал. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома. И светит незнакомая звезда А мы снова оторваны от дома Да и светит незнакомая Слушай, ты же не врешь подругой И снова мы, понимаешь ли, все оторваны от дома А припев знали все? А я около микрофона с гитарой, я так Волосы длинные Вау! И мы надежда! А в зале комсомольцы Комсомольские концерты Они тут сидят, напряглись А женщина одна, ну такая очень хорошая Она с таким шиньон Юрочка, ты руководитель этого вашего безобразия? Я говорю, да Если вы хорошо песню сделаете То завтра по коробке конфет, апельсины с мандаринами По подписке Александра Сергеевича Пушкина И по 25 рублей Чтобы песня Я говорю, все будет нормально И когда нам раздали только апельсины, понимаете И у нас еще песня такая И второй куплет И он так И у него с усов капал пот И он так Юра, подскажи второй куплет Я тебе второй куплет подскажу Надо только выучиться ждать Надо только выучиться ждать И он так и не спел И мы Надежда Сыграли Женщина Женщина подходит Говорит Подошел, говорит Первый секретарь обкома комсомола И спрашивает Песни Не было ни одного слова про комсомола Про Надежду Говорю, здравствуйте О чем вы говорите Мы тогда получили По коробке конфет А все остальное Апельсины И мандарины И по подписке Александра Сергеевича Пушкина А 23 рублей Да, курим бамбук Я хочу сказать еще Вообще Никогда ты не придумаешь Если с тобой это не случилось Никогда так не придумаешь Да Но Я так помню Можно, да Раньше, когда снимался Ну Песня года Да Вот какие-то люди все Как будто из обкома все сидели Вот такие вот Понимаете, да Ну было же так На самом деле Зато сейчас Наоборот Как будто попал в дурдом Все такие веселые Все Понимаете И вот я припоминаю У нас ведь тогда Ну концерты, в общем-то, серьезные были Дворцы спорта Заполнены Все как положено И вот зеленые концерты Когда мы могли Оторваться Понимаете То есть на этом зеленом концерте Мы могли делать все, что угодно Ну и вот Леша обычно Леонид Заканчивал там Ну Белоруссия идет И вот свет прожекторов Падает И вот в цвете прожекторов Огромная муха Белый Аист Летит И были Так мало того, что она летит Она же на него села Я же думаю Я же думаю Надо спасать друга Я ее так Смахнул Небрежно И держал До самого конца концерта Ну поймал Поймал А представляете Если бы я ее не поймал Да Ну Алексей со мной Правда три дня не разговаривал Тогда Ну ничего Не помню Сорвал узкли Да я просто хочу нашим телезрителям сказать У которых немножко Смещение сознания произошло Потому что я Барткевичу все время говорю Леонид А все его родные говорят Алексей Он просто и Леонид и Алексей Почему Леша это называют? По паспорту это Леонид Когда назвали Мулявина Мулей Ну так сокращенно Помните Раневская Муля не нервируй меня Вот А он как бы Ну так бережно ко мне относился Потому что я пришел в коллектив И сразу Ну такой католик Знаете Святой Никогда не слышал Ну с мамой жили мы Ни мата там Ни этого ничего Потом анекдоты Вот эти все Вот И я Он меня просто называл Леша Мулявин Ага И кстати первого сына Я поэтому и назвал Алексей Ага Ну вот кстати Помните ли вы Кто провожал Ольгу Корбут Когда вы были на гастроли В роддом Это знаменитый Мой любимый друг Ярослав Евдокимов Ярослав Александрович Евдокимов Еще одна слава Слава Советской эстрады Ярослав Александрович Сегодня здесь Народный артист Беларуси Заслуженный артист Российской Федерации Ярослав Евдокимов Куда мне сесть? А вот Можете махнуться с Лещенко И в наш уголок Часто flower Можете махнуться с Лещенко И в наш уголок Рады вас видеть в нашей студии. Вы вышли под свою знаменитую песню «Колодец», да? Вы стали народным артистом Белоруссии. Белоруссии, да. Но при этом вы же не белорус, и в Белоруссии не жили, да? Нет, да. Жил, как это не жил. Нет, в Белоруссии я жил там 10-15, да. А как так случилось, расскажите? Как случилось? Я женился с Дору, и у меня жена белоруска привезла в Белорусь. Почему с Дору, я всегда на эту тему так шучу, потому что, когда я приехал в Белорусь, ну, я в Белоруссии много работал и в военном ансамбле, филармонии, был солистом радиотелевидения. Так что Белоруссия – это республика, которая дала мне путевку в жизнь. Белоруссия – это республика, которая дала мне путевку в жизнь. Белоруссия – это республика, которая дала мне путевку в жизнь. Счастливое время И в наш уголок Счастливое время И в наш уголок Ярослав Александрович, вот первая запись, которую мы увидели, датирована там в 85-м годом, песня 85. Ну, раскройте секрет, как вам удается на протяжении вот 32-х лет оставаться в той же физической и внешней форме? Ну, это... Вы меня льстите. Дело в том, что я... Нет, зал подтвердит. Ну, я стараюсь, я все-таки артист. Вы знаете, я хочу выйти на сцену, чтобы люди как-то... Было им приятно. Людям приятно, потому что до сих пор много выступаете. Было приятно смотреть на артиста, понимаете? Потому что я стараюсь меньше есть, не пью. В общем, стараюсь держать себя в форме. Мне это очень трудно дается. Очень трудно дается, потому что я склонен к полноте, я люблю пищу тяжелую, сало, мясо, я все-таки украинец. Но я стараюсь, чтобы держать форму. Это все волевые качества. Только волевые качества, больше ничего. Если она есть... А, ну, наверное, еще и долгожитель есть в роду, да? Ну, моей маме уже 86 лет, правда, она не признается. Говорит, 84... Она говорит, что ей 94, но ей 96 лет. 96? Это вот вы с мамой, да? 96, но она себе до сих пор немножко срезает. Два года. Два года, да? То есть настоящая женщина, да? Нет, два года все-таки для... Раньше после войны, так сказать. Два года для нее это очень много, оказывается. Угу. Давайте посмотрим. Вот это моя хатка. По-русски... Вот это мой домик. Настоящая русская печь функционирует уже сто лет. Вот чугунок сюда ставишь, берешь, подходишь сюда. Вот, и туда раз, это далеко. Невероятно вкусный борщ, вареники, колбасы. Само жарят здесь, хлеб пекли. Это очень старинные подушки. Сейчас же таких не вышивают. О, тут даже, тут даже у меня и украинская сорочка есть. Ты смотри, я забыл о ней. Вот сейчас пойдем к моей маме. Долго очень не виделись, очень волнуюсь, сердце не на месте. Добрый день! Вот это моя мать. О, так хорошо сорочка и кал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мама, как вы поживаете? Выживает, так. Добрый поживает. Или добрый, или поганый. Ну, мы не так знаем. Поганый же редко тебе ваучит. Ровно, ровно, с кого бы. По поводу вашего имиджа и прически, я понял, почему вы так хорошо выглядите. За вами же следит уже лет 20 ваша дочь, да? Она вас причесывает. Это так, да? Ну, мне другая не идет прическа. Но дочь следит? Ну, трохи следит, да. Трохи, да? Ну, она там делает. Я когда приезжаю в Беларусь, она говорит, папа уже оброс. А у нее очень легкая рука. Вот она меня пострижет, и через два дня опять вот такая шевелера, понимаете? А скажите, Ярослав Александрович, ну, вы счастливы в браке, да? Да. Это еще один стимул хорошо выглядеть. Вот ваша жена. Ну, жена молодая, холера. А, вот. А какая, простите за вопрос, не скромный, какая у вас разница в возрасте? 18 с половиной, по-моему. Вы сейчас, как и ваша мама, немножко срезаете? Да, сбавил, да. Ну, мы очень рады за вас. Вы здесь хорошо. Я знаю по концертам, по разным сборным программам, что вы очень много выступаете. К сожалению, да, вы знаете. Почему к сожалению? К сожалению, что тяжело. Тяжело, я терпеть не могу аэропорты, вокзалы, поезда. Тяжело, это все, вы знаете. А при этом, я знаю, что телевидение будет, надо же хорошо выглядеть, надо ничего не есть. И думаешь, да, чтобы оно все сгорело, понимаете, все тяжко. АПЛОДИСМЕНТЫ Настоящие звезды бывших союзных республик сегодня у нас в студии. Чему мы несказанно рады. Оставайтесь с нами и после рекламы. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие телезрители, мы продолжаем сегодня вечером. Здесь, в студии, звучат песни страны, которой уже нет. Страны нет, а песни остались. АПЛОДИСМЕНТЫ И сейчас я хотел бы предоставить слово легендарному коллективу из Узбекистана, который также составлял славу советской эстрады. Это потрясающий ансамбль «Елла». Горячее солнце, горячий песок, горячие губы, воды бы глоток. В горячей пустыне не видно следа. Скажи, караванщик, когда же вода? Уч-Куду, три голодца, Защити, защити нас от солнца, Ты пустыни спасительный круг. Уч-Куду, Уч-Куду, три голодца, Защити, защити нас от солнца, Ты пустыни спасительный круг, Уч-Куду. Любой Уч-Кудуке расскажет старик, Как город красавец, в пустыне возник, Как синий небо сметулись дома, И как удивилась природа сама. Уч-Куду, три голодца, Пусть таки, пусть таки, пусть таки светит солнце, Ты пустыни спасительный круг, Уч-Куду. Уч-Куду, 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 Уч-Куду. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ансамбль ЕЛА! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, в принципе, да. Ну, конечно, когда нужно подчеркнуть какие-то национальные черты, мы... Тоже, да. Да. И самое интересное, что это произведение... В смысле... Искусство, прикладного искусства. Прикладного искусства русской женщины. Как это? Авторы вот этих всех наших костюмов, вот очень, ну, красоты такой, сценической. Это Алла Коженкова. Вы приценивались, Анна Николаевна? Конечно. Это Алла Коженкова. Ага. Спасибо, Алла Коженкова. Фарук, скажите, а как правильно называется это одеяние, вот эти халаты? Как вот правильно? Ну, не халат же это в самом деле. Да. Сережа просто хотел тоже и себе взять. Я бы примерил. Да, с удовольствием. Я честно, конкретно не знаю. По-узбексике как это называется? Халат. Халат? Кстати... Это у нас называется, как у них. А, это же тюркское, тюркское слово. Или чапаны, чапан, да? По-узбеки чапан. И вот когда шутили немножко в наших кругах, когда мы вот стали одевать чапаны, и сказали, вот теперь пошла сплошная чапанизация страны. Было, было такое? Такие все красивые были, необыкновенные. Вот что значит, они профи, они профи. Поэтому их до сих пор и любят. Потому что песни, которые они пели, они со смыслом, они запоминались, они доходили до сердца. И сейчас извините, конечно, меня вот эти молодые певцы сейчас. Ну а что? Ну, Максим, ну скажи, пожалуйста, ну что это за песня? Я беременна, но это временно. Санечка, я вам хочу сказать, эта песня уже тоже из прошлого века. Уже из прошлого. О новых я вообще не знаю просто. Ну, я беременна. Ну, послушайте, я беременна, это временно. Это все-таки юмористически. Это жизнь, во-первых. А целуй меня везде, я взрослый уже. Это тоже уже классика, я вас расстрою. Что касается песни «Забирай меня скорей, увози за сто марией и целуй меня везде, я взрослый уже». Это группа «Руки вверх». Эта песня стала популярной лет 20 назад. Более того, эта группа сейчас собирает полные стадионы, ну, может не стадионы, но дворцы спорта. Знаете почему? Потому что девочки, которые фанатели от них 20 лет назад, им сейчас 45, и у них второй прилив. Понимаете? Потому что новые песни невозможно вообще с пяти запомнить, а эту они хоть запомнили. Понимаешь? Нет, все познается в сравнении, безусловно. Но вы же не специально сегодня выучили вот эти строчки? Нет, конечно. Вы же их запомнили и «Целуй меня везде, я взрослый уже». Нет, а потому что... Более того, «Везде» уже это не рифма. Можно уже сказать «И целуй меня уже, я взрослый везде». Так тоже хорошо. Можно, но я тебе хочу сказать, я тебе хочу сказать, потому что... Подгребай, смотри, сюда, я упала из гнезда. Вот роскошно, вот это роскошно. Понимаешь, в чем дело? Нам их навязывают, вот эти песни. Вот я еду в машине, я слушаю одну радиостанцию включу, вторую, третью, и везде одну и ту же. Поставьте диски «Юлы». Я не могу больше уже слышать. Поставьте диски «Юлы». Что я и делаю. Правильно, вот правильно. И пою сама еще. Спасибо. Я хочу сказать, есть, конечно, есть, конечно, еще и какая-то генетическая история, и зов крови, так сказать. И это действительно Наргиз Закирова ваша племянница, да? Моя племянница, да. Прекрасная. Величательная певиция. У нас в семье пятеро сыновей, шестеро детей, пятеро сыновей и одна дочка. Это дочка нашей старшей сестры, Луизы. Что вы так изукрасили-то? Ага. Что? Изукрасили-то так. Вы разрешили ей так? Кто? Нет, ну подождите, ну Наргиз. Давайте посмотрим выступление. Она красивая. Давайте посмотрим выступление. Наргиз в голосе. Убрать, да. Да, да, подождите, Анна Николаевна. Ну что же вы, давайте посмотрим выступление Наргиза Закирова в голос. Это тринадцатый год? Да, уже тринадцатый, время-то идет. Судьба, прошу, не пожалей добра, терпима будь, а значит будь добра, храни меня и под своей рукою дай счастье мне, а значит дай покоя. Дай счастье мне, дай счастье мне, той женщине, которая поет. А песня-то она поет нашего времени. Ну да, песня она поет Алла Борисовна, да. Но, ну хорошо спела, господи. Я не говорю, что плохо. Но тогда она не была такой, понимаете в чем дело, она хоть в челме была, она хоть, пусть она в этих татуировках, но пела хорошо, все прекрасно. Но сейчас-то она выходит, это же ужасно. Ну ладно, что ж такое, дождите. Да я не, Анечка, правда? Страшно посмотреть. Она красивая, но зачем себя уродовать? Подождите, в семье Закировых за внешний вид отвечает Фарух Каримович, он выглядит для вас хорошо. Очень. Но, кстати, у нас есть, по-моему, запись, благодаря родственным связям, у нас есть архивная запись, может так вам Наргиз понравится, вот она поет с Фарухом Каримовичем. Да, это 86-й год, если не ошибаюсь. Улетаешь, мой любимый, улетаешь, улетаешь в неоглядную дорогу, оставляешь, о, любимый, оставляешь, оставляешь мне разлуку и тревогу. Улетаешь от меня, ты улетаешь, а мне кажется, что быть того не может, ты не знаешь, ты совсем еще не знаешь, что ты жизни всей, мне жизни всей дороже. Лицо красивое, лицо ее очень красивое. Да, ну давайте вернемся к Еле, и чтобы почаще Наргиз навидывалась к вам, давайте посмотрим, как вы сейчас живете в Ташкенте, она тоже посмотрит, может приедет тоже к вам лишний раз. Как раз она была в то время в Ташкенте, когда с ней. Ну, сегодня вечер был у меня, прошу, прошу, милости прошу, добро пожаловать. Неплохо живешь. Ну, так называемая прихожая, чтобы сразу гости, если придут, сначала посидим, как здоровье, как дела, как это самое, а потом, ну, дальше, самая главная фотография. Правда, сейчас моя жена отсутствует, она уехала. Мне кажется, так мне повезло в жизни с ней. Быть с женой артиста, тем более эстрадного артиста, это высочайшая профессия и терпение. Ну, это хозяйство с жены, конечно. Это шикарное место смотреть телевизор, особенно передача «Сегодня вечером». Очень хорошо отсюда смотрится. Этот объект называется «Не проходите мимо». Ну, под настроение, если попадешь, но обязательно открываешь крышку, ну, пару нот возьмешь, уже хорошо, уже настроение. Ну, и так далее, в общем. Ну, две ноты возьмешь, уже хорошо, уже классно. Ну, сегодня вы напомнили нам прекрасную песню, которую мы все обожаем. У меня она на слуху всю жизнь, это «Учку-дук». И сегодня у нас есть возможность пригласить сюда потрясающего поэта, который является автором слов к этой прекрасной песне. Это Юрий Сергеевич Эйнфин. Мне сказали обязательно принести пластинку елы, первую пластинку елы. Вот они идут именно в пустыне «Учку-дук», прямо рядом. Мой сын, который был фотограф, и такой талантливый, яркий, значит, поехал туда и снял ребят. А дальше уже у меня на даче. Они пришли и уже отдыхают. И здесь вот показано, что один в пруду, одна голова, джавлон. И вот они пьют. Фарук сидит спокойненько, из пиалы пьет чай, как начальник большой. Музыкальный руководитель тоже сидит чуть-чуть рядышком. А все остальные, кто из ведра, кто просто в пруду купается. То есть роль оазиса в пустыне выполнила ваша дача, да, под Москвой? Да, 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 совершенно верно. Понятно. То есть вот так вот, с одной стороны Узбекистан, с другой стороны Переделкино. Дача Переделкино. Переделкино. Любимых артистов, которые составили славу советской эстрады и продолжают вас радовать по сей день. Оставайтесь с нами. Сразу после программы «Время» мы продолжим. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем программу «Сегодня вечером». И я думаю, что вы прекрасно помните, что сегодняшняя наша передача посвящена звездам советских республик. Ощущение, что собрались в доме престарелых. Группа активистов бегает. А ты помнишь, как в 70-х нам резали усы? Мы с вами встретились. Конечно. Я говорю, мне нужна помощь. Музыкальный спектакль надо придумать. Закупай вечером. Сейчас опишу. Спектакль будет. На утро я прослушал то, что мы записали. Да. Розоклистов, она нам заиграла, я запела, о хлеботе была она. Вы счастливы в браке, да? Да. Это еще один стимул хорошо выглядеть. Вот ваша жена. Ну, жена молодая, холера. А, вот она. А какая, простите за вопрос, не скромный, какая у вас разница в возрасте? 18 с половиной, по-моему. Вы сейчас, как и ваша мама, немножко срезаете? Да, сбавил. И светит незнакомая звезда. А мы снова оторваны от дома. Да и светит незнакомая. И снова мы, понимаешь ли, все оторваны от дома. А припев знали все? Да. А я около микрофона с гитарой, я так, волосы длинные. Вау! И мы надежда! Ну что ж, дорогие друзья, а прямо сейчас нас ждет встреча с еще одной потрясающей певицей, тоже гордостью советской эстрады, равно как и достоянием казахстанской эстрады. У нас на программе Роза Рымбаева. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну не случайно, ну не случайно цветы появились в этой студии. Да простят меня, да простят меня прекрасные дамы. Роза, у вас юбилей, да? Скоро. Скоро, да? Ну в преддверии юбилея. Спасибо большое. Роза, ну мы счастливы вас видеть в этой студии. Ну как вы поживаете? Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо за приглашение. В то время, когда мы начинали на советской эстраде, мы были все молодые, юные, начинающие артисты. И, конечно, у нас было какое-то единство какое-то, братство было. Роза, скажите, вот я уже пытал Ярослава Александровича Евдокимова. Да. Он мне рассказывал, как ему удается... Мы вместе выходили тоже на сцену. Вот, молодец. Вот, песняли сидят. Да, вы вместе выходили на сцену, и вы вместе также сейчас хорошо выглядите. У вас... Молодец, Марсин. Я хотела спросить. У вас один... У вас один косметолог или кто? Вот как вы... Что вы делаете? Секрет вашей молодости и красоты. Наверное, одни принципы и одно отношение к нашей музыке, к творчеству. И любовь, уважение к друзьям. Я понял. К коллегам. Потому что мы люди одного мира. Диета есть какая-то, вы мне скажите. У меня... Как сохранить так лицо, что войдет. Вы знаете, я хочу сказать... Я хочу сказать казахи, мясоеды. Мы много мяса кушаем, кумыс пьем. И вообще у нас натуральная пища прежде всего. Наверное, поэтому, я не знаю, или природа, или вот гены. Ну, давайте посмотрим. О вашем рационе вы рассказали, когда мы побывали у вас в Алма-Ате. Давайте посмотрим сюжет. Это так неожиданно приехали. Добро пожаловать в мою квартиру. Квартира небольшая. Здесь 160 квадратных метров. Здесь вот так большой зал. По нашим меркам, да. Как бы встречаем друзей. Старший сын у меня живет по соседству в соседнем подъезде. Но это хозяин моего дома. Это мой младший. Мадди. Здесь все украшения, какие я буду подбирать под платье. Вот, например, браслеты какие. В этом платье только позавчера выступала. Как вам такое королевское платье? Полностью это ручная работа. Это меня заставили, коробка, вытащить все платья. Позовое, свежее. Можно ее носить на новую кольку, правильно? Вот что удивительно, я не меняюсь в весе. Я могу вот эти платья снова там носить через 5 лет, например. Из окна моего дома видно природа наша, алматинская. Выхожу на балкон, дышу чистым, горным воздухом. Я не была сначала такой певицей. Я была аульной девочкой, которая помогала маме готовить, стирать и коров доить. У нас мясо подается обязательно с тестом таким, с тоненькими такими сочнями. Вот смотрите, как казахи кушают. Она не привится здесь дома, готовит покушать, убирается. Ну и вторая всегда ждет дома с накрытым столом и с уютом теклом. У меня два сына пианиста, старший уже известный артист, старшего 5 лет как на сцене. Младшенький только начинает. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-да Не сможешь ты уйти от этого огня У меня жизнь пошла ради детей. Я полностью себе посвятила им. Дети, по-моему, меня как раз подняли. Потрясающие у вас дети, талантливые. Насколько я знаю И вообще У вас потрясающий был супруг Которого, к сожалению, уже много лет Много лет Нет с нами, с вами Вы больше не вышли замуж После этого Посвятили себя Своим сыновьям Но муж ваш был музыкальным Вашим вдохновителем Он был дирижером, аранжировщиком Руководителем моего ансамбля Он создал группу А рай, в составе которого играли Музыканты из А-студио Вот мы 10 лет Вместе работали Потом пришло время Ребята отделились и сделали свою группу А я осталась с сольным пением Я так понимаю, что Ваши прекрасные сыновья Разделяли вашу гастрольную жизнь То есть В общем, с рождения Они жили со мною Гастролировали И что первое Что второе Они выросли за кулисами Потом, когда уже Время уже в школу Они обязательно выбрали Музыкальную школу Старший сын Али Рассказал, как ему жилось за кулисами Давайте посмотрим Я помню Именно свое детство Связано со сценой Где-то за кулисами Где-то у кого-нибудь там в гримерке В общем, я был ребенком таким дорожным Было очень неудобно в этом плане Потому что я мог спать под колонкой Мог спать на коленях во время банкета Еще чего-то То есть я абсолютно был не капризный Мама бывало такое, что Держала меня на руках до последней секунды Вот ее уже объявляют на сцене Роза Рымбаева И она ловит кого-нибудь в радиусе поражения Бывало такое, что это мог быть вообще милиционер Соцепление Она говорит Держи Он в соке берет ребенка И она идет выступать А была такая история Была такая история, что вы кого-то из сыновей в кафе забыли, да? Вот со старшим У нас должен был быть на стадионе концерт И значит, перед концертом Нас повели в столовую рядом со стадионом Всем ансамблем кушаем И вдруг говорят Ребята, быстро на сцену Бегом, бегом, бегом И мы все бежим Сели в автобус и уехали на стадион Уже там надо начинать пора Потому что народ там свистит Уже шумит Концерт закончился И мы мужу говорим Я говорю, где Али? Он меня... А где, говорит, ребенок? Я говорю, ну ты же должен был с ним сидеть А он сидит за пультом Мы потом вспомнили, что мы когда кушали Бежали, мы в столовую Чуть ли не его под столом забыли Потому что он в коляске Сколько было лет? Он грудной был, где-то ему 9 месяцев Он в коляске Он еще не ходил даже Потом мы приезжаем в эту столовую Женщины, повара Такие добрые Они такие... Такие... Крупные Добрые такие Они накормили его манной кашей Напоили молоком И он у них на руках спит Он даже не вспоминает про нас И говорит, отдайте нам выкуп Мы только тогда вернем вашего ребенка И в общем, вот такой был случай Но я хочу сказать У нас есть еще одна Запись, как мне сказали Я чуть не видел, что там рассказывают Барри Алибасов про вас рассказывает Может Барри Алибасов что-то про вас знать? Мы же с ним с одного аула Вот прекрасно! Давайте послушаем Барри Алибасов В 1974 году в Алматы проходил, как ни странно, международный фестиваль «Песня в боевом строю» Я тогда работал в городе Усть-Каменогорске, это восточно-казахстанская область Руководил группой «Интеграл» Попросили девочку просто довезти из Усть-Каменогорска до Алматы на этот фестиваль Ну такая типичная, такая из аула забитого девочка, казашка такая, невзрачненькая, маленькая, совсем так похожая на меня И я уж как-то к ней подсел и говорю, может быть, ты что-то хочешь кушать, может быть, тебе на улицу надо, ты говори, ты не стесняйся Она стеснялась даже разговаривать И я увидел вдруг на сцене стоит, это не маленькая девочка, черненькая такая, забитая, а атомная бомба Взрыв, весь зал в спалашон Она взорвала Казахстан весь уже через 2-3 месяца Приехав из дыры, невероятный голос, невероятные голосище и страсть Дорогая Роза, какое счастье, что я имею возможность не только говорить о тебе хорошие слова, но и поздравить тебя Будь здорова, будь счастлива, будь любима своими похлонниками, будь любима всеми, кто рядом с тобой Спасибо, дорогие Спасибо, Валерий Каримович Я чувствую эманации критики, похвалы даже от Сергея Соседова, чувствую, он бьет копытом, он хочет что-то сказать Я хочу сказать о своем открытии недавнем Кстати, Алисин Розы пишет замечательные песни И одну из них Роза представила на недавнем фестивале «Славянский базар» в Витебске Потрясающая работа, сделанная в старой классической эстрадной манере Это удивительно, и что еще хочу сказать, Роза Голос ваш стал еще лучше, чем он был в молодости Казалось, что куда лучше, но осталась сила, но появились необыкновенные краски Абертоны, грудные какие-то интонации Я бы сказал, голос ваш обрел мудрость, чего раньше не было Был красивый тембер, мощь, вокал Да, но сейчас это мудрость, это краски, это тона, это нюансы Это невероятно, что, в общем-то, певица поколения Розы Уже сегодня не демонстрирует, наоборот, у всех регресс А здесь взлет колоссальный, и мастерство только выросло А вот как такое может быть, это фантастика Природа, ты понимаешь, она же сама сказала Природа И вот проснулась, и глаза свои открыла Теперь пою не я, любовь поет И эта песня в мире эхом отдаётся Любовь настала так, как утро настаёт Она одна во мне и плачет, и смеётся И вся планета распаднулась для меня И эта радость, будто солнце не остынет Не сможешь ты уйти от этого огня Не спрячешься, не скроешься Любовь тебя достигнет Очень хочу, если я это не скажу, буду переживать Не надо переживать И жена обидится, что я это не сказал Где-то лет 30 тому назад Я приехал в Переславль-Залезский Меня пригласил писатель Эдуард Успенский Отдохнуть у него на даче И мы отдыхали Но я был потрясён, что там у него потрясающе необычные фигурки деревянные И выяснил, что эти фигурки создал Великий деревенский простой Человек И мы отправились с ним К этому художнику И звали его Зазнобин Владимир И мы шли лесом Потому что, оказывается, дороги нет Какими-то тропами И потом вдруг раскрылась Ну такая, как бы поляна такая большая И я был совершенно ошеломлён Остановился и говорю, что это такое А там стоит величиной Огромный дом, как дом Стоит фигура А он же миниатюрист, он делает всё Оказывается, это была Роза Рымбаева Он был влюблён в Рымбаеву и создал немысливую совершенно скульптуру Да-да-да-да, деревянную скульптуру Так вот что она молодая Тотем Да, уникаличенную Удивительно Сегодня у нас есть возможность послушать Розу И в этом ей поможет человек, который тоже пришёл её поздравить Поприветствовать Это Ренат Ибрагимов Аплодисменты Как я вас люблю Спасибо вам большое Я сейчас стоял и слушал, стоял и слушал за кулисами Сколько было слов сказано в адрес красавицы Розы Неудобно прямо сидеть тут про меня Она сказала в своем секрете, что она бешбармакия с самого раннего детства С рождения Вот она такая юная, стройная Давайте на сцену, прошу вас Вслед со мной на водных лыжах ты летишь За спиной растаял след от водных лыж Ты услышь их музыку, услышь Как от волшебного смычка такая музыка Уведу тебя от дома Уведу на виду у всех знакомых Уведу, уведу, быть может на виду Одной натянутой струной мы связаны с тобой Ты сквозь года, ты сквозь года летишь за мной Как будто ангел загорелый за спиной Верни мне музыку, без музыки достать Мы расстались, но осталась наша музыка Никогда не возвращусь Я никогда, никогда не запоет уже вода Без следа, все смыло без следа Ложь не нужна, и грош цена Струна порвана Ты сквозь года, ты сквозь года летишь за мной Как будто ангел загорелый за спиной Верни мне музыку, без музыки достать Мы расстались, но осталась наша музыка 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 Роза Рымбаева, Ренат Ибрагимов Браво! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Анна Николаевна Задай вопрос, в чем секрет молодости Рената Ибрагимова? Молодости и красоты Четверо детей вот сейчас, мама, она меньше Вот, посмотри Мужчинам-то все равно Да У нас татарская кухня тоже богата мясом СМЕХ Да, вот и секрет, да Музыка 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 Моя жена Здравствуйте Светлана Моя красавица Это у нас Асилочка Самая старшая АЮшенька Козявочка, маленькая козявочка Папа Чего? Папа, там нельзя! Она говорит, так нельзя, говорит Атилла У него... Козявочник В нашей креативной спальне у нас все подписано А вот, вот у бабаи на руках наша четвертая Да Мой папа С рождения делает головку, держит с рождения Это такой кромочек счастья Необыкновенный Самый уважаемый член нашей семьи, наша бабушка Мы вместе помогаем Давай, вот это у нас Равкат Пальчик сосем Мой пальчик сосем Это наши старшие поколения Наши родители и бабушка и дедушка на 10 лет моложе меня по возрасту Говорю, 80 квадратных метров, нас 8, а раз по 10 квадратных метров на человек приходится АПЛОДИСМЕНТЫ Мы все-таки очень любим своих жен АПЛОДИСМЕНТЫ Это самый главный секрет Нет, лучше скажите, мы любим жизнь Ну это само собой И жить в этой жизни Это правда АПЛОДИСМЕНТЫ Сразу после рекламы, дорогие друзья, здесь в студии сегодня вечером Появится замечательная певица Едвига Поплавская Она впервые на телевидении после того, как не стала нашего любимого артиста Александра Тихановича Оставайтесь с нами АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу сегодня вечером Звезды союзных республик блистают на российском небосклоне Блещут Да, блещут, правильно говорить? Блещут О, все-таки Татьяна Судец знает, как Да я тоже думал, что я лингвист Юрий Сергеевич, вы так и не рассказали самое главное Как родились вот эти слова учкудукта? Рассказываю Поехали репетировать на ходу по всему Узбекистану Мне было интересно все посмотреть Сели в автобус и отправились Проехали в Бухару Говорят, сейчас надо проехать, по-моему, часов 7-8 И мы попадем в город, который нанесен на карте, его нету И про него никто не знает и ни один белый человек в нем не был И вот еду по пустыне, смотрю в окно, увидел доисторических животных, которые я не верил, что они бывают Верблюды? Это вараны 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 Вараны, да, правильно? Да, да, да Совершенно непонятные для меня и страшные какие-то И вдруг появилась серебристая пыль Оказалось потом, что это урановая руда И мы едем в город, нанесенный на карте, где только заключенные находятся Приговоренные к огромным срокам или, может быть, пожизненно И вот, действительно, после вот этой странной картины Открылся потрясающей красоты город Почти как Иерусалим Он похож на Иерусалим тем, что он абсолютно белый Нет ни одного здания Просто невероятно Небо, красота И приезжаем площадь Центральная Посредине площади Обнесенная Колючей проволокой Пространство И стоят автоматчики И они Эти автоматы Ну, на меня наводят И просто это было Юрий Сергеевич, мы до песни дойдем просто Простите, ради Бога Странно, мы уже подходим И Минут через десять Вы АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здесь три колодца И три колодца построены Рассказали И я Не закончив Обед Сел И за 15 минут Написал песню Учкудук Три колодца За 15 минут? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И дальше Наступил Страшное Прихожу Фаруха Нельзя разбудить Я говорю Давай напишем И вечером исполним В общем Он говорил Что я болен Мне нельзя Я тогда выступать не буду Я его заставил Написать эту музыку Почему его нельзя было разбудить? Заставил Значит дальше После дороги После дороги АПЛОДИСМЕНТЫ После бессонной ночи Дальше значит я После бессонной ночи Ну вообще он рассказывал Что у него болит Я не буду сейчас рассказывать Неудобно А зря У нас есть время АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что болело Ну Вот Сочинил музыку Дальше Зовем Ансамбль Они говорят Вот замечательно Но петь мы не будем Потому что это не серьезно Но вы сочинили У нас в 6 часов концерт И что так не бывает А я говорю Какой же смысл Мы уезжаем из очкудука И надо людей порадовать И вообще Я тоже Ну Они говорят Что это не серьезно Мы профессионалы Мол ты Не профессионал Не понимаешь Тогда Значит я Ушел в Москву Встал Повернулся И пошел В пустыню Пешком Кваран Да Кваран Видно все таки испарение Урана А не действие Да И тут Как то фарух Заколебался Слегка Я большими Буквами Написал ему Текст И он вышел И спел И началось Вот тут Люди стали плакать И значит Три раза повторили Они не хотели уходить Потом 8 концерт Уже оживились Уже какая то даже Аранжировка Стала рождаться А в 10 часов Должен Был приехать Секретарь обкома И где то половина Одинства Он приехал И мы Снова спели Вот эту песню После чего Меня сделали Народным поэтом Узбекистана АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья Сейчас появится Потрясающая Женщина Красавица Певица А мы что тебе тут сидим Я про всех так говорил Но не потому что Дежурные слова А потому что так и есть Ее давно не было На телевидении По понятным причинам И сегодня Она сделала исключение Для программы Сегодня вечером Едвига Поплавская АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Едвига, ну, хочу сказать, что, конечно же, «Малиновки, заслыша голосок», да, вот эта замечательная песня, была вообще первая песня, которую я в своей жизни полюбил. То есть вот я родился, и первая песня, к которой я потянулся, да, это была эта песня, потому что она какой-то, ну, я не знаю, мне кажется, не только на взрослых, но и на детей она имела какое-то магическое влияние. Давайте просто послушаем еще раз, я хочу окунуться в детство свое. ПЕСНЯ А, кстати, это вот такая же была свистулька, да, похожая? Детская, да. Ну, честно говоря, это, наверное, ее уже внучка, даже правнучка, да. Вот, да, вот такая свистулька и была, и когда мы ее записывали, вообще с этой песней связана такая интересная история. Мы тогда записывали на фирме «Мелодия» пластинку, которая называлась «Наша дискотека». Мы ее записали просто сходу. Дело в том, что уже закончилась работа, синтезатор отвезли Славе Добрынину, которую у него одалживали, привезли обратно. Правда, поехал мой Саша. И не приехал? Нет. Там случилась такая история. Он потом мне боялся рассказать. Говорит, я когда уже отвозил инструмент Славе, таксист говорит, а, ну ты придешь, да, я приду, ты меня только подожди. А ты точно придешь? Сашка говорит, ну, конечно, приду. Нет, что-нибудь в залог оставь. Саша снимает шапку, была зима. Говорит, тебе этого достаточно? Нет, недостаточно. Давай еще что-нибудь. И Саша взял, снял обручальное кольцо, отдал ему. Да, и когда уже вернулся с инструментом, от Славы не было такси. Вот. Номер не запомнил? Да нет, конечно. Ну, кто ж знал, в то время мы так относились. Да, так то. Просто урод. Наивные выли. Была такая история. Мы в это время поехали, у нас был вечерний концерт. До этого по-быстрому записали бас, барабаны, там, гитару, все остальное. Ну, вот попробуй подуть. Облезала, на, теперь ты. Не-не-не, я не облезаю. Сейчас попробуем. Да. В этом звучит какой-то подвох. Да, давай. А летит все в глаза. Вот в том-то и дело. Опиум. Опиум. Нет, не хорошо. Заодно и это умылся. Хорошо. А, и поэтому вы это пели, да? Нет. Потому что вы были в очках, и вам не летело, да? Ты почти угадал. Дело в том, что первая начала дуть в эту птичку Надя Микулич. Помнишь? Да, Надюша. Надюша наша. Ну, у нее глаза, ну, естественно, мы выходили в накрашенном виде, и настолько вода попадала ей на лицо, она говорит, все, хватит, бери ты у тебя очки. Начала дуть я. Ну, а дальше, да, эта птичка настолько стала любима нашими зрителями. В этой песне есть какая-то магия, на самом деле. Есть, правда, да. Ну, конечно же, мы не представляем этот замечательный ансамбль без Александра Тихановича. К сожалению, его нет с нами. Потрясающая, потрясающая вы были пара. И спасибо вам большое, что вы нашли силы сегодня прийти на эту программу. Это, для нас это очень важно, потому что мы вас очень любим. Спасибо. Да, спасибо, что вы сегодня с нами здесь. Вот ты, по-моему, кстати, в небольшом сюжете из вашего дома, да, вы начинаете сюжет именно с кабинета Александра Тихановича. Давайте посмотрим сюжет. Это наша студия, наш второй дом. Да практически мы все время здесь и находились. Миросы – это очки и усы, мы так говорили. Так, сейчас я очки, я, Денька, тебе очки поправлю. Ну, а это уже там, где отдыхает моя душа и сердце. Там, где я провожу все дни, порой и ночи. Это студия. О, привет. Ванька, ты уши меня. Он не помнит, когда он оставался у бабушки. Мы живем далековато, а дети наши не привыкли ездить в общественном транспорте. А так, ну чего? Планшет, вот, в руках. Или телефон, или что-нибудь. Ну, как-то там бабушка. Все мое детство, вся моя юность – это, конечно же, музыкальное занятие, занятие вокалом. Поэтому очень сложно мне было вообще, в принципе, представить, что моя жизнь будет связана с тем-то другим. География, в основном, мои гастроли, она ограничена Белоруссию пока. Хотя были выступления и в России, и на Украине. Это очень приятно. Этой церкви отпевали Сашу. Я просто даже физически ощущаю его присутствие здесь. Я уверена, что он ушел из жизни спокойно. Нет, я не могу сказать, что он ушел из жизни. Ребята, это не то. Ой, Езус. Когда Саши не стало, и когда были похороны, было такое количество людей. И, Боже мой, это было даже непонятно. Да, светлая память Александру Тихановичу. Ну, мне тоже довелось быть знакомым с ним. Невероятно светлый был человек. Очень честный и, может быть, во многом это и украло часть здоровья, его принципиальность, честность. Да. Я помню случай, как мы были в Белоруссии и опаздывали на поезд. И Саша так сказал, подождите, сейчас я позвоню, и сделают зеленый свет по всем светофорам. И мы проехали. Помнишь, за 10 минут мы доехали, да? Я говорю, Саня, это только ты можешь. Это только, да, это Саша. Да, это ветер. Страна знает своих героев. Это правда. Дорогие друзья, сейчас реклама, обязательно оставайтесь с нами, потому что после нее мы увидим Николая Гнатюка у нас в программе. Дорогие телезрители, мы продолжаем сегодня вечером за нашим столом еще одна гордость Узбекистана. Это Наталья Нурмухамедова. Мне так сложно после едвиги. Вот я так и подумала, что вы сейчас меня как в альтернативу. Но давайте, чтобы вам было проще, давайте сначала послушаем ваше выступление. Дорогие телезрители, мы продолжаем. Наталья, ну у вас, у вас какой-то, всегда была невероятная энергетика такая, вот и сейчас у вас такая солнечная такая. А это какой год, Наталья? Не то слово. Вообще 70, это 83. 83, да, это когда я сразу... Совсем не изменилось, да? Не-не-не, не изменилось. Передачу мог бы назвать сегодня «Время невластно». Не, властно, властно. Я вот сижу, да, у меня немножко веки упали, я смотрю, там у меня вот такие. Мне надо пару уколов, наверное, куда-нибудь. Не надо вообще ничего. Ну, вообще, я вам хочу сказать, вы, конечно, удивительный человек, кроме того, что потрясающе поете, от нас отошел уже Сергей Соседов, он бы сейчас сказал про вот эти ваши рулады, про вот эти глиссады вот эти вот вокальные, фантастические совершенно, что-то и от джаза, и от народных песен, и от узбекского фольклора. АПЛОДИСМЕНТЫ Сто процентов. АПЛОДИСМЕНТЫ В этой вот последней запись «Казбалла» там, значит, муж не пришел, отдыхал, и пел всю импровизацию этот Паша Овсяников. А какой муж не пришел? Ну, какая разница? Дело в том, что у Натальи Нурмухамедовой, и это не тайна, у нее в общем и целом, включая нынешнего, да, девять мужей. Счастливые мужей. АПЛОДИСМЕНТЫ А, десять уже? Десять или девять, Наташа? Официально девять. Кто считает? Поэтому я не хотела после едвики. У нее один, настоящий, на всю жизнь, а у меня сейчас вот начнут 8, 9. Наташа, ты счастливая женщина. Наташа, с чем связан был такой долгий выбор, вот перебор такой, как это? Перебор, это хорошо. Да. С дефицитом хороших. Нет, ну, получалось так, что мы в каждом ансамбле долго работали, и получалось, что предыдущий там, а я в другом ансамбле, что делать? Что делать? А муж? А муж? Я разводилась, я честно разводилась, и опять выходила замуж. И честно выходила замуж. А муж должен был быть обязательно в коллективе, да? Ну, а как же, мы месяцами ездили, годами ездили. Ну, да, если он не в коллективе, то он гуляет без вас, если... А если вы без него? Ну, неважно. Короче говоря... А что значит 9 официально, а сейчас 10 или... Уже неофициально. Уже неофициально. И 7 лет уже. О, очень приятно. Давайте, заходите ко мне, как раз плов уже подходит. Судьба откроет дверь вновь, когда к тебе придет любовь. Мой мальчик, мой мальчик. И прям давай, ты мешай уже, потому что там приготовился почти плов, он дошел. Мясо можно доверить только мужчине. Сейчас, смотрите, будет накладывать. Это важный момент, это делает тоже только мужчина. Плохо, будем так говорить. Ну, чисто узбекский, московский, да. Надо чуть-чуть простоять. Надо быть коммуникабельным. Черта характера каждой женщины восточной. Иначе у нее не получится брака такого серьезного. Советы, советы. Нет, сначала ты проходи. Знаете, у нас мужчина всегда должен первый. Я, во-первых, ее очень уважаю, очень обожаю. Ну, а это, мне кажется, это уже больше чем будет. Очень давно на каких-то гастролях вообще попалась какая-то гадалка. У тебя будет 10 муженов. Я говорю, как, у меня уже 6, куда уже, я говорю. На 10-м ты якобы вот остановишься. У нас здесь вот такой вот есть уголочек, где я примеряю костюмы. Это то историческое платье, когда мне не хватало материала, и я сделала поэтому с одним рукавом. Тогда у нас были вот такие же босоножки, просто из простого, даже не кожи, а кожезаменитель. Я что-то сидела один раз и шоколадку кушала, и так раз просто так, и она упала у меня на туфель. Просто вот так аккуратненько заклеивала клеем. Они будут блестеть лучше, чем вот сейчас как делают. Оно так блестело, что все думали, что это прям какие-то невероятные босоножки, какие-то просто американские. Вот такие вот хитрости мы придумывали всегда. Наталья, ну, один из ваших мужей стал не только вам мужем, но и частью творческого успешного тандема. Это был восьмой, да, муж? Не надо восьмой говорить. Не надо говорить. Все. Просто. Это был просто... Александр Рудак. Да, Александр Рудак. И он сегодня здесь пришел. Да, Александр Рудак. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И песенка была ведь одна-два, и к Саше, Наташа. Как вы только ее сделали, так тоже разошлись. Да. Правильно говорить. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, видимо, очень мудрая Наталья, что вот удается поддерживать и с вами отношения. Или вы мирно разошлись? Как? Мы, в общем-то, очень мирно. Я имею в виду, что у нее такая энергетика очень мощная. И на мужчин, и вообще жизненная. АПЛОДИСМЕНТЫ Он просто слинял. Он просто на Новый год слинял, и все. И не появился больше. Ну да, видимо, что-то... Испугался. Подстерся. Но я вам честно скажу, что эту прекрасную пару мы застали с моим Александром. Да. В тот момент, когда у них была настоящая семья такая. И дочка Настенька у них прекрасная. Поэтому, Саша, я так помню, ваши ребятки гостеприимства, да. И очень рада встретиться. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, по-пой сразу. Потом не дадут. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 вот так сказать когда мы с ней познакомились меня это все и подкупило потому что я тоже увлекался с молодой и джазом и от любил вот эти все импровизации скетовые и когда я услышал наташа на вкус балета и наташа подошла за кулисами мы познакомились она спрашивает а вы пишете песни ну иногда навеет у меня такое разговор хорошо пел мне понравилось вот у вас такой тембр я говорю спасибо это говорится нежданно и негаданно что я вдруг попаду еще и потом и мужем стану женщина женил замуж за каждого мужа я честно говоря когда с ней познакомился даже не знал ее предыдущие моменты а потом все это творчество началось такое буйное мы начали что-то писать репетировать день и ночь на студии целый концерт был да у нас сольный был концерт это заведет кого хочешь да мне это так вообще нравилось москва нас сломала москва тяжелое время приехали в один момент решили хлеб ели один наконец в ресторан он пошел у него ништяк он там поезд а я он что принесет что-то но сложное время я в арите работал ночью уходил в одном из знаменитых клубов москвы я работал ходил в 9 вечера уходил в 6 утра приходил вот он один раз не пришел и на съемку так вот она к из балла то была он не пришел и паша овсяников вместо него а я в 6 утра пришел домой и уснул они не могли меня разбудить не бесполезно но люди ждут артисты когда съемка будет а я проспался у нас у вас очень сыгранный дуэт я даже не могу вклинить ни одно слово вот вы знаете ну не все выдающиеся артисты прославившие союзные республики ведь советский союз смогли сегодня быть у нас на программе давайте посмотрим что рассказывает николай гнатюк приветствую дорогие друзья дорогие коллеги замечательный ведущий приветствую студия я германии сейчас но хочу сразу сказать я не живу в германии здесь только приезжаю своим родным и так уже 30 лет так приезжаю и уезжаю розочка римбаева кланяю себе милая как тебя любят я видел сам это казахстане уважают наденька чепрага благодарю тебя за твои бутерброды которые ты в поезде когда мы ехали в сопот все нас всех так сказать обеспечивала наташенька на мухомедова кланяя себе ядечко если ты в студии милая понимаю понимаю все понимаю держись дорогенько всех мужиков приветствую гениальный ансамбль песняры ялла слава и если там веди себя хорошо смотри чтобы я не волновался значит так чтоб спокойно все славик огнял тебя это было конечно такой звездный час когда утром проснулся и вдруг услышу свои песни по радио и плакаты вдруг уже поверну на улице все это конечно было здорово конечно это все исполнение мечты ну сполна просто птица счастья моя конечно это да и ты примите песни успех да это была детская мечта но конечно же это то что я стал верующий человек вспоминается песня еще одна другой певицы софира тару песня которой я ты он она вместе дружная семья конечно и так тогда было и отнял вас всех поцеловал чао ну что же николай гнатюк передал присутствующим привет замечательно в числе прочих он упомянул невероятную яркую красавицу гордость молдовы надежду чепрагу наденька здравствуйте да ну нам даже завелось вместе если вы помните выступать в конце 90-х мы где-то с вами в мурманске даже попали на гастроли помню да помню как ты меня предал как это в чем это выражалось а ты сказал что чтобы так дальше как бы когда встретимся я тебе скажу моня привет а да да я тебе встретила в цедре я говорю моня привет так посмотрим видать первый раз когда мы договаривались так говорить друг другу на нас действовали какие-то горячительные напитки нет но я не пила ты только выходил на меня действовать а вы откуда они знаете что надя не пил а вы ей предлагали нет я не предлагал я просто с ней нет я просто с ней была знакома когда она только-только начинала я в уме пью но я веселее чем да правильно действительно про муню я не помню вот то что вы говорите но я помню значит как мне надежда рассказывала тогда вот еще давно когда мы гастролировали несколько раз пересекались на гастролях значит ей как-то заказывали песню можно песню чтобы вы спели про стакан про стакан помните эту историю да про стакан она говорит у меня нет песни про стакан про какой стакан ну нам очень нравится песня про стакан я не знаю такой песни про стакан после того как перебрали все песни оказалось песня в которой звучат слова я гадаю про стакан умным не гадаю давайте посмотрим кстати вот выступление надежды чипраги а и 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 а и и и и ПЕСНЯ 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 Ну а какой голос прекрасный? Они поют наверху, как в Корее тоже высоко. Да, да. А вот в Сирии, когда я была на фестивале, я получила гран-при, и мне подарили очень красивое золото. А, это вот вы принесли, да? Да, я принесла. Показать. Сирийское, сирийское. Нет, кстати, я хотела, кстати, хотела сдавать в ломбард, не принимают они арабское золото. Нет, девочки мне сказали, что... Да, я знаю, да, конечно, это мы попросили... Показать. Да, мы вас попросили принести эти уникальные украшения, потому что это тоже примета того времени, когда вот восторженные, так сказать, иностранные поклонники дарили золото. Да, как они принимали, Максим, это же арабы. Там был такой театр, который амфитеатр, знаете, внизу, и все из камня. Кружат водовороты, кружат водовороты, а повороты жизни опасны и круты. То плачут через броды, уходят дни и годы, уходят наши годы. Не уходи лишь ты, не уходи лишь ты. А их песня поется наоборот, ну, низко, да. Допустим, ну, я так попробую. Эль-Язубия, тали-тали-я, Эль-Язубия, тали-тали-я, Кумахту-били, и так далее. А вот они, конечно, там принимали на ура. И очень интересно было, говорит, вы знаете что, вот вы будете идти по магазинам, и вам все будут дарить золото. Из-за того, что вы пели ихнюю песню. Знак благодарности. Да, и взяли это. А потом этот переводчик говорит, нет-нет-нет-нет-нет, ни в коем случае не бери, потому что потом тебя заставят платить. Хитрый ход такой, да? Такой прием, да? Да-да-да. У меня еще есть одно кольцо от Фиделя Кастро. Вот так. Да. Это на Кубе мы были. На Кубе, да. Это мы были на Кубе. Кстати, мы шли 18 дней с Таней Судец, а обратно 18 часов уже самолета. Но дело в том, что когда шли туда, мы попали в Бермудский треугольник. Так, кусочком, да? Кусочком, да. Это было, конечно, сами понимаете, все пластом. И вдруг Таня села за барабанную установку. Я очень люблю барабаны. И все собрались, Максим. Какая сила воля, какая сила духа у нее. А что, вас болтало? Болтало. Нет, нет, мы на корабле. А обратно мы на самолете были. Ну, я там пела Кубанита. Такая песня Кубанита, 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 Артуроса де Вердат и так далее. Ну и вот мне подарили вот такое. Сразу после рекламы мы продолжим нашу программу, посвященную песням страны, которой уже нет. Но артисты, любимые здесь, чему мы несказанно рады. Оставайтесь с нами. И мы продолжаем сегодня вечером вместе с любимыми артистами союзных республик. Я хотел бы сейчас пригласить еще одного человека сюда. Скоро у них юбилей. Во-первых, у него юбилей, юбилей коллектива. Коллектив этот за все время своего существования, если я не ошибаюсь, не распадался. Так и сохранился. Анатолий Ермоленко, группа Сибры. АПЛОДИСМЕНТЫ Олеса, 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 Останься со мной, Олеса. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько, значит, группе будет ансамблю? Много. Сколько? Это 45 лет будет. 45! АПЛОДИСМЕНТЫ Это с виду мы такие вот. А на самом деле... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Анатолий, в чем секрет долголетия Сибров? Ну, я думаю, здесь двух мнений быть не может, мне кажется. Только личный пример. Мудрость руководителя. Понятно. Мудрость руководителя. Давайте посмотрим песни, небольшой видеосюжет о ансамбле Сибры. АПЛОДИСМЕНТЫ Олеся, 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 да птицы кричат, да птицы кричат, да птицы кричат по небесе. Олеся, Олеся, Олеся. АПЛОДИСМЕНТЫ О, Ах, не древний край мой, древний соклики так-то простой. Наступили на горло песни Да, наступили Ну тут мы многим песням наступили на горло Что поделать Иначе у кого-нибудь глаза потухнут Я думаю, в чем долголетие Я тебе скажу Как назовешь коллектив, так он и поплывет А это друзья Друзья, сябры, это значит друзья Мы были друзьями Мы провинциальная, в общем-то Гомельская филармония, это провинция Вот здесь рассказывали о сложности Ой, какой город красивый провинция Вообще, о том, как пробиваться Было трудно, легко Можете представить себе, в столице Союзной республики в то время Были свои звезды уже в то время Там были песниры, вот были веросы А в Гомельской филармонии появился коллектив сябры Который тоже очень хотел Быть популярным, известным А нам сказали, зачем в Беларуси еще третий Вокально-инструментальный ансамбль Давайте мы сделаем диксилен На вашей базе Я говорю, как диксилен, надо этим балет Жить переживать Вот ли теплый дождь, падает ли снег Я в подъезде против дома твоего стою Жду, что ты пройдешь А быть может нет Стоит мне тебя увидеть О, как лучше Прости, господи Скажите, Анатолий, но у вас есть постоянство У вас есть постоянство И семейное, все-таки 47 лет вы уже вместе с Раисой, да? Да-да надо говорить об этом А Буртуава и Непа Да, это замечательно совершенно 45 лет, сапфировую свадьбу, да, вы отпраздновали? Да, отпраздновали Вот моя супруга Красавица, да Да, это я Да, вот мы с ней прожили уже столько лет У нас замечательные дети У меня сын Святослав работает в коллективе Дочь Олеся, которую вы хорошо знаете Да, которая тоже прекрасно поет Я, кстати, помню, я застал это время уже будучи артистом Когда она впервые вышла на сцену Это был такой смелый шаг? Вы побаивались сначала? Все-таки дочь как-то Побаивался, побаивался, потому что Ну, знаешь, как у нас относятся к этому Да, скажут, протекционизм Да, мне Мулявин, Володя, на своем юбилее По-моему, 20 лет или где, на Славянском базаре Он меня пригласил, говорит, я хочу, чтобы ты спел Олесю с Олесей Ну да С дочерью твоей Я говорю, ну знаешь, будут говорить там то-то-то Говорить будут все равно Но ты спой с ней И мы впервые исполнили песню Олеси И вот этот штрих мастера, как говорится Он вывел ее на эстраду И потом у нее сольный концерт Она работает, поет Ну это прекрасно Сейчас она родила и не выходит на столь У нее родился второй сын Макар С чем я поздравляю свою дочь Да, ну и мы вас поздравляем Анатолий, а когда вы почувствовали, что вот пришла настоящая Слава? Ну вот когда мы исполнили песню Олеси И она стала популярной А, вот случай такой был Мы летели из звездного городка На космодром Байконур с концертами И в самолете мне подошла девушка И дала на руки ребенка И говорит, вот подержите ее и благословите Грудного, да? Да, ну совсем, да, грудной И подержите ее, говорит, благословите Мы назвали ее девочку В честь вашей песни, которую вы исполняете Олеся Вот тогда я почувствовал свою значимость такую Я написал, Олеся, такая у меня была визиточка Олеся, будь счастлива, как сказка, как чудо, как песня И вот, ты понимаешь Я вам хочу сказать Анатолий, наша программа была бы не нашей программой Мы нашли эту девочку И она здесь, в этом зале Ой, покажите мне Вот, вот, Олеся Ох, какая как раз чистая Олеся Посмотри, вся такая О, привет, Олеся Сразу расследить можно, да? Да, да, Олеся Вот, можно показать, да, крупно Пожалуйста, камера, возьмите Вот этот автограф То есть это доказывает, что Олеся не самозванка Абсолютно, я не самозванка Олесе от Сибров Расти здоровый и счастливый Как сказка, как чудо, как песня Я тебе вспомню, как Да И борься малетом, а ты Смотрите, 81-й, да? Это 81-й год 12-е, 12-е марта 10 месяцев не было А вот это мама, да Это моя мама, да Идите сюда Иди быстренько сюда Да, а это Ольга Дмитриевна Она, собственно, и подошла тогда Сейчас уже Олесю ей не поднять Она могла сейчас вам поднести Олесю Нет, просто действительно получилось так Ну, я не знаю, это, наверное, судьба Но она счастлива Она счастлива Я очень счастлива, спасибо вам большое Эта песня является, наверное, своего рода моим талисманом по жизни Спасибо вам огромное За эту песню Она звучит на всех наших семейных праздниках На всех моих днях рождения То есть все родственники, все знакомые знают эту историю За что мы вам, конечно, очень благодарны, Антон Иванович Спасибо, друзья Называйте все девочек, которые рождаются именами Олеси А, это тоже ребенок Это уже ребенок Олеси, да? Да Он Олесь? Нет, он Богдан А, он Богдан Ну что ж, хорошо Это я сохраню до конца программы Отдам потом Хорошо Проходите, садитесь Садуй, сад, спасибо Спасибо, друзья Еще один коллектив-долгожитель появится здесь сразу после рекламы Скажу, что их не было на российском телевидении 20 лет Оставайтесь с нами Мы продолжаем сегодня вечером И прямо сейчас в этой студии легендарный коллектив Иверия АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте 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 Садитесь, пожалуйста Мы сейчас звоним Мы сейчас звоним Мы сейчас звоним Мы звоним Мы звоним Садитесь, садитесь Ну что же Давайте посмотрим Добро пожаловать О, здесь у нас гитары Мне еще одна заждача Ты чего позовешь? Жилим были два кувшина Вай Вай Высотою в два аршина Вай Вай Молоку в одном держали Вай Вай А в другом винову ручали Вай Наливай Наливай В нашей фильме играли такие актеры, как Лена Ярмольник, Саша Абдулов, Сергей Шакуров Так что мы очень дружно жили Ара, 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 ароматных ветра стая Жильмель у вас пустая Пустая, пустая За сам не вере За первый канал За ведущих этой передачи И за наших будущих старочищ Они добрые будут Скажите Какие ваши ощущения С какими чувствами вы вспоминаете те времена Вот Расцвета советской эстрады Когда и верия гремела По всему Советскому Союзу Что вам вспоминается? Все прекрасно Все прекрасно Потому что у нас очень много концертов Очень много По России Где-то каждый год по 150 концертов Сейчас уже? Во время коммунистов А, во время коммунистов Так, хорошо Когда был ренессанс Эстрады, я так думаю И верия, и орера Это в Грузии самые такие И те времена Сибры, Писляры Все эти Яла, Гунеш Это все наши друзья Ну, сейчас Какие-то там технические причины Существуют Но мы До последнего Солдаты ансамбля и верии До последнего будем Держать наш АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но я вам хочу сказать Что Слава и верии Распространяется Не только на эстраду Но и на кино Вот Что говорит об этом Леонид Ермольник Давайте посмотрим А, Леонид Прошло уже Не стесняясь Могу сказать Больше 30 лет С момента создания Этой картины Но эта картина Одна из самых запоминающихся В моей жизни Фильм могут зрители Не очень хорошо помнить Но если в фильме есть музыка Она делает фильм вечным Эта картина сделала так Что сейчас За первое место Кто хотят услышать Грузинскую песню Называют песню Арго Я эту песню Обожаю Огон Разве путь Твой ближе Чем дорога Млечная Конечно Эта песня Написала Басила И конечно Эта песня Удивительная На все времена На все времена Это была Удивительная команда Жизнерадостных Творческих людей Все было в кайф И именно за счет Этой песни Если у человека Возникает вопрос А что это за песня Откуда эта песня Как она взялась Я чувствую себя Тоже причастным И горжусь тем Что эта песня Родилась в фильме В котором мне Посчастливилось Я забыл совершенно Извиниться перед вами Что я сейчас Не с вами Не в студии Дело в том Что мы с Колей Фоменко Играем в спектакли Поэтому мне Пришлось записаться Нукзар, Бахтанг, Манана Я вас очень люблю И вспомнил Может быть Об одном из самых Самобытных Самых ярких Групп Нашей молодости Все что делали вы Это было Абсолютным праздником Это было Лицом И Брендом Грузии Которую я обожаю Удачи вам Счастья И надеюсь Что Может быть Что-то еще подвернется Мы поработаем вместе Спасибо И еще одна звезда Сидит за этим столом Которая прославила Национальную музыку И стала эстрадным Достоянием Всего Советского Союза Это Ксения Георгиадина Спасибо И я хочу сказать Ксения А вот Вот эта фотография Ой Люди добрые Что так Это был такой ужас У меня в жизни И в те годы Особенно Потому что В те годы Мы не знали Что такое фонограмма Чтобы включать запись Потому что Мы ездили Со своим коллективом Со своими музыкантами У меня было пять человек Музыкантов Город Арзамас Я уже приехала А коллектив Автобус с музыкантами Что-то видимо Случилось с автобусом Наверное Я не знаю Их нет Бегает Эдуард Михайлович Смольный По этому стадиону Кричит Ты должна сейчас выйти Ты понимаешь или нет Я говорю А как я выйду Нет музыкантов Никого Так беги Найди кассету Ну я естественно Бегом Как ненормально У меня тогда был такой Ну тут повзрослее Люди наверное помнят Такой кассетный Магнитофон Назывался Легенда Я помню Я значит Вставляю эту кассетку Туда И меня значит Выпускают Берут эту кассету Включают Да это стадион Че ты волнуешься Никто ничего не поймет А действительно Смотрите От От То есть расстояние Огромное И я значит Выхожу И начинаю петь Вроде бы пока ничего Народ ничего не понимает Ну в смысле Там голос записан А я изображаю Под это Но пою И вдруг На каком-то Поняла в чем дело Да Слушайте я не могу Я должна встать Ну ну давай Вдруг на каком-то моменте Оказывается Там вот эта вот Тоненькая Такая Хиренькая Пленочка Перевернулась Нет Она была жеваная И вдруг Я пою Радоваться жизни Самой И так Вдруг Радоваться И я И я начала Тоже так же Хулиганить Потому что Надо спасать Положение Попало Как говорят В этой Нечирикой И я Давай там А потом Вдруг Раз Радоваться Жизни И сам Думаю Ну слава богу Вот Максим Вот они Панерки Где-то Откуда И я В ужасе Нет Просто Тут Профессионализм Сработал И ответственность За свой выход Ну Ксения Сейчас все подумают Что вы только Под 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 Эту Да Нет Просто Была ситуация Такая И я Должна Была Выйти Из этой Народ Не понял Цветы Несли А это Тоже Вы Да Так Убил Меня Сейчас Нет Это Я Я Просто Чтобы Вы сказали Я Думал Мал Мирей Матье Да Да Она Как раз Тогда Была Любивицей Наша Знаю Что Любовь Такое Чудо Нежность Твоей Хочу Всю Жизнь Наполнить Наших Встреч Вовек Я Не Забуду А Раслуки Нам Не Надо Помнить Я Хочу А мы Давно Не Увидели Да Я Хочу Чтобы Сейчас Нукзар Квашали Вахтанг Татишвили Манана Тодадзе Для нас Спели Если Можно Это Будет Таким Прекрасным Завершанием Иверия Аплодисм 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok